Давайте помолимся перед тем, как начнем, потому что я, честно говоря, не знаю, кому это слово нужно, кроме меня, но я думаю, что кому-то оно сегодня будет нужно. Детский небесный благодарит тебя за то, что ты, Господь, собираешь нас здесь, для того, чтобы мы, Господь, достигали истину твою. Детский небесный благодарит тебя за то, что ты являешься в свою милость и благодать в том, что позволяешь нам, Господь, приближаться к тебе, Господь, со всем бездарением, постигая истину твою, постигая слово, ты укрепляешься в нем, Господь, для того, чтобы мы, Господь, являли твою славу через свои поступки, через свою жизнь, Господь. И пусть сегодняшнее слово, Господь, укрепит кого-то, кого-то поддержит, Господь, кому-то поможет сориентироваться в том пространстве, в котором он сейчас находится, чтобы понять, в чем его служение заключается в теле Христа. Господь, я прошу тебя, будь сегодня с нами здесь, как всегда, но с большей силой, Господь, с большим пониманием, чтобы мы восприняли то, что Господь хочет вести на нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Я назвал сегодняшний ловить «Добрый домостроитель» или «Как мне правильно послужить». И... А можно как-то вот, чтобы мне так не реагировать страшно? Мы уже неоднократно с вами говорили, что во многих религиях есть такое понимание у людей, по-моему, я как раз с вами этим словом отделился, такое понимание у людей, что если мы хотим своему какому-нибудь Богу послужить, то нам нужно создать для этого, или для этого Бога-идола, да, какое-то изображение, извояние, какую-то картинку, может быть, какую-нибудь. Были такие верования, где нужно было создать деревянную куклу Бога и вечером ее одевать, вернее, раздевать, класть в постель, кормить, выкладывать там кровать цветами, утром нужно было там все это разобрать, одеть, станцевать перед этой куклой, спеть что-нибудь. Такие вот были. Здесь недалеко, кстати, внимание называлось такое, королевство называлось «Лукарит», можно было слышать. Так вот, во всех религиях примерно одно и то же. И на самом деле Бог это обличает, потому что Он был первый, кто создал нам имидж, которому нужно поклоняться. И во всех религиях, в которых существует подобного рода идолопоклонства, там человек создает идола. Помните, как Исаия писал, что Он приведет острием ножа, вырежет себе там идола, а всего, что останется там, согреется на этом, потом еще кушать приготовить себе, потом говорит, хорошо наелся, хорошо согрелся, еще и идол поклонился. Да, безотходное производство такое. И Бог обличает это, потому что в самом начале Бог создал нам того, кому нужно служить. И кто же это такой? Кому же нам нужно служить? Как вы считаете? Я читаю люди. Есть мнение людям, еще кому-то есть другие мнения? Кому еще нужно служить? А? Богу. Богу. Еще мнение? То есть у нас не плеоризм, у нас дуализм мнений. Богу. Люди, ну, окей. На самом деле, изначально мы видим, что Бог создал нам нас, для того, чтобы нам себе же служить. Бог создал человека по образу своему и подобию. Не мы создали по образу и подобию Бога что-то, а человек, Бог создал по образу и подобию своему и сказал, вот вам вы, любите друг друга, плодитесь, размножайтесь, владейте землей, которую я вам дам, ухаживайте за ней, и все остальное приложится. Ну, так это было? Или у вас по-другому в Библии написано? Так. Так. И это была первая церковь, первое собрание, первое место, где люди должны были служить друг другу. То есть мужчина женщине, женщина мужчине. Когда мы читаем Библию на Еврите, мы видим, что там женщину создали, и назвал ее жена, потому что от мужа. Казалось бы, какая связь, да? Там написано, назвал ее Ишан, Кеми Иш. То есть он Бог Иш, а она, соответственно, Ишан. И что интересно получилось, если мы правильно посмотрим с вами на места Писания и просто сверим какие-то моменты интересные, то мы увидим, что вначале Бог создал. На Еврите как это звучит? Эдуим. Бара. Да? Неба земли, так и так далее. Потом написано, и Дух Божий носился над водой. На Еврите это звучит? Веруах. Иллюим. Мерахефет. То есть Бог был в мужском роде, а Дух в женском роде. Правильно? Потом написано, что Бог взял из праха земного, как это на Еврите называется? Адама. Афара Адама. Да? И сделал кого? Адама. Из женского, мужской. А потом он взял мужчину из мужского, и Иш, создал Ишан. Получается, что у нас Адам был мужчина и женщина, и Духа. Да. Но на самом деле это не совсем так, мы не будем отгубляться, я просто хочу объяснить, что Бог все это настолько увязал изначально, что кому и как должно служить и что из чего должно происпекать, что на самом деле это идеальная модель того, как нужно поклоняться и как нужно служить. Согласны? Или нет? Сейчас вы все поймете, подождите. Итак, на протяжении всей Библии мы можем узнать, что Богу можно служить по-разному. Например, как можно служить Богу? Можно служить Ему хвалой. Правильно? Вот мы с вами сейчас что делаем? Мы хвалим Бога, мы Его прознавляем. Можно Ему служить всесожжениями, Ему можно служить мирными жертвами, Ему можно служить хлебными приношениями, Ему можно служить, окропляя жертвенник кровью Агнца, Ему можно служить, окропляя жертвенник вином, Ему можно служить, надевая красивый кейдар на голову. По-разному. Да? Правильно? А вот как на самом деле Бог хочет, чтобы мы угождали и проявляли свою любовь к Нему? Об этом, собственно говоря, я буду сегодня разговаривать. И если взять только 10 заповедей, о которых мы с вами говорим в 20 главе Исхода, а потом в 1 главе Второзаконной... Кстати, если вы помните, они немножко отличаются. Знаете, почему они отличаются? Потому что первый раз Моисеев за четвертый, а второй раз говорил по памяти через 40 минут. Во память у человека, по-моему. Почти не ошибся ни в одной заповеди. Терпой. Бог говорит, как нужно воспринимать Бога. Четыре заповеди. И как со всем этим служить людям шесть заповедей. Это только про эти заповеди, если говорить. А есть еще много других вещей. Окей? И мы сегодня с вами будем говорить о том, как нам на самом деле хорошо, правильно служить Богу. Потому что на самом деле основным критерием служения Богу является любовь. Согласны? А что является мерилом любви? Вот как говорят... Знаете, где детей вот спрашивают, да? Ты меня любишь? Да. А как любишь? Он говорит, вот так. Сильно люблю. Или не сильно люблю. Как определить, насколько человек любит Бога, на самом деле? Где критерии? Кто знает? Если любите меня, заповеди мои исполнили. Молодец. Это подставной специально сидит. Если он знает, а я пробую не прочитал. На самом деле, да. Написано в Писании. Если любите меня, заповеди мои соблюдете. И Иисус, придя сюда, будучи на 100% человеком, он принес какие-то непонятные вещи для людей. Настолько непонятные, что когда он говорил, что будете кушать плоть мою и кровь мою, пять тысяч, по-моему, да, как корова языком слезала. Ну и будучи на 100% Богом, он просто пришел и разъяснил то, что до сих пор не было. Но это понятно. Например, благословляйте проклинающих. Это же вообще невероятно. Так можно ли быть христианином? Нужно врагов любить? Проклинающих благословляйте? Да? Всех, кто не любит, нужно любить? Да? Если, говорит, попроси любить, а что они дают важное? Ну так? Это же невозможно жить христианином. Вот и любовь. Он проявил в таком разуме. И смотрите, что говорит нам первое послание Иоанна. Иоанн был любимым учеником Иисуса Христа, и мы знаем. Да? Плюс ко всему, его еще вызывают апостолом любви. Вот я, например, когда проповедую местным ветхозаветным мракам, я им рекомендую начать читать Библию или Новый Завет с Евангелия от Иоанна. А потом только послание к евреям. А потом все остальное. Почему? Потому что первое, чего не хватает законнику, это любви. Потому что когда он приходит к Богу, он не понимает. Дух вообще его любит, не любит. Да? На ромашке. Любит, не любит. Он не понимает. Потому что вроде написано, что Господь всех принимает, да? Всех прощает. Да? Не каждый Йом-Кипур ходит на стену плача. И это Тхата Мулефа. Каждый год. Верахем Ален. Каждый год. Смилостились, наверное. А, подожди, ты вообще весь год что делал? Что ты говорил? Тебе опять нужно смилостилиться. Ты что, ты что-то опять натворил, что ли? Накопилось. А? Накопилось, да? Накопилось, пришли, все белые одежды оделись. Я вот, когда в полицию шелом, мы всех этих наших клиентов, ну, в кавычках, Йом-Кипур, все они в белых одеждах. Шалом на дуне ашатэр. Ну, завтра мы его будем варить. А сегодня он в белых одеждах. Он сегодня в Йом-Кипур соблюдает. И он не понимает, на самом деле, зачем он это делать. Он не понимает, почему ему нужно хранить себя в святости на протяжении всего года. И никто этого тогда не понимал. Нужно еще один момент, не на меня обратить внимание. Что тогда, если мы помним, я как сейчас помню, 400 лет Бог молчал. 400 лет Бог молчал. И никто не понимал вообще, будет он разговаривать, не будет. Вроде как дым вертикально поднимается. Вроде как становится белого цвета каждый Йом-Кипур. А пророков нет. И непонятно вообще. А последнее время вообще жуть. Идумей стоит во главе храмового служения. Называется первосвящение. Каяф. Идумей. Как так можно? Вообще даже не из потомков Орона. Царь стоит над Израилем, не из потомков колена Иуд. Вообще непонятно, что происходит. Где Бог? Где обетование? Ни одного пророка. Понятно, что когда Иоанн креститель, несмотря на то, что он вообще был странный. Ну, мягко говоря. Прижжен на Иордан, так все туда сразу. И все потом говорили, кого видели на Иордане, говорят. Пророков, как я больше, чем пророков Иисус любит. Так вот, нужно отдавать себе отчет о том, что люди хотели, люди жаждали ответа от Бога. Что же будет с ними? Потому что они-то его любят. Люди были богобоязнены. И мы это читаем на протяжении Евангелия. Не будем в это сейчас углубляться. Но люди Бога любили, но не могли понять, он их любит вообще или нет. Не могли понять. И когда пришел Иисус со своим пробованием любви, они не понимали, они не могли понять, что же такое. Это как же так получается? Что же за Бог такой новый у нас получился? А он-то встал там, вот на берегу озера Кенера, руку поднялся, сказал, так, народ, слушайте меня, я Бог. Если кому надо правила, как попасть в Матерство, вставайтесь, я сейчас расскажу. А дальше святы по седьмой главу Евангелия от Матфея. Правила изложили. И всем все стало понятно. Написано, имеющие слушать и уши, слышать да услышать. И те, кто услышали, за ним ходили пять или шесть тысяч человек, не считая женщин и детей. Хотели. Хотели в Царство Небесное. Потому что он сказал прежде, ищите правды. Царствие Небесное. И все остальное приложится. Они хотели сначала правды. Потому что они не могли понять. Первое послание, 4 глава, 20-21 стих. Можете не открывать. Я вам те места, которые я хочу, чтобы вы открывали, я вам скажу. Вы себе их пометьте, потому что реально данная инструкция жизни. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? То есть мы имеем с вами заповедь, что мы, любящие Бога, вернее, любящий Бога, любила кого? Брата. Почему? Мы возвращаемся к началу нашего разговора. Потому что Бог создал нам человека и сказал, если вы сможете его любить, несмотря ни на что. Если вы сможете его принять, несмотря ни на что, тогда, значит, вы любите меня. Потому что любовь – это всегда взаимное чувство. Аминь. Оно взаимное. Когда мы находимся в любви, мы готовы принять человека таким, какой он есть. А потом показывать ему все, что у нас есть, ему дать, показать, подарить. Ну так? Бог-то нас создал. По образу своему подобию. Он же знал, где мы на косячи. Или кто-то сомневается. Или он думает, что у Бога был план Б, на всякий случай. Если что-то вдруг не так пойдет, не так. Было? Не было. У него изначально был один план. Единственное, что он создал для нас, и это мы должны принимать во внимание, он создал уникальную вещь. С которой даже он сам ничего сделать не может. И называется эта вещь выбор. Бог дал нам выбор, чтобы человек решал, что ему хорошо, а что ему плохо. Потому что он ему предложил на выбор. Он говорит, смотри. Помните, как в матрице? Красную таблетку и синюю таблетку. Если, говорит, я тебе сейчас дам красную таблетку, просто я тебе скажу, что хорошо и что плохо, тогда ты будешь вечно в Божьем присутствии. Вечно будешь здесь служить своим потомкам, они будут служить тебе, у тебя все будет. Амрика тут, река здесь, хорошее золото, там кристаллы и все такое. А я обо всем позабочусь. Но, если ты возьмешь, может быть, синюю таблетку, и сам захочешь познать, что такое хорошо и что такое плохо, тогда извини. Ты, конечно, можешь ко мне вернуться. Но, правда, не надо в условиях. И человек выбрал что? Синюю таблетку. Он выбрал сам выбирать. И Бог ничего с этим не может сделать. Он настолько уважает наш выбор, что Он сказал, твой выбор – это твой выбор. Но во всем должна проявляться Божья благодать. Согласны? Ну, правда ведь? Где милость Божья в том, что Он выгнал Адаму из Невы? Мало того, там два невинных животных погибло. Где благодать? Где любовь Божья проявляется? В чем? Ведь Он там Херувима поставил, свечом обоида оста, чтобы, не дай Бог, никто не вошел во враг. И даже наши ветхозаветные братья утверждают, что Адам, ну, в Талму написано, что Адам, проходя на ворот Эдамского сада, проходил, смотрел на Херувим и вздыхал. Что же, где же он повел себя не так, что ему приходится не там, а здесь, на сухой проклятой земле. Ну, это в Талму не написано. Так вот, благодать Божья проявляется в том, что любой человеческий грех, он в состоянии превратить в искупление. И таких примеров масса. Например, помните все Лота и его жену? Она посмотрела назад, превратила в сырный стол, Лот остался один со своими дочерями. Они где скрадались? В пещере. Они знали, что заниматься сожительством со своими родителями, это кризис, правильно? Ну, они знали это или нет? Как вы думаете? Конечно, знали. Если они не знали, то надо было его напоить. Они его напоили. И от них родились и Думей, и Маамитяне. И вот дальше мы с вами про Маамитяна много чего не слышим, пока евреи не выходят из Египта. И когда евреи выходят из Египта, написано, что Маамитяне даже в десятом поколении не может войти в общество Господне. Настолько это был страшный день. Но спустя какое-то время у нас появляется одна из главных героинь Библии, которую зовут как? Руф. Она Маамитянка, и она становится бабушкой царя Давида. А, соответственно, одной из тех, кто две тысячи лет назад добровольно пошел на крест и искупил нас от греха, в этом проявилась милость Господня. Да, через три тысячи лет. Но она проявляется. То же самое произошло с Авраамом, то же самое произошло с Сарой. Есть очень много вещей, которые произошли, и милость Божья проявилась. И вот таким образом, через вот эти истории, Бог показывает, насколько Он готов нас принять и искупить наш грех, даже если для этого понадобится большое количество времени. Что происходит с нами, когда мы с вами общаемся с людьми? Мы хотим, чтобы, если мы в человеке видим что-то плохое, или нас не устраивающее, да? Мы хотим, чтобы сделали вот так, и человек исправился. Так не бывает. Должно пройти время. Нужно что-то для этого сделать. Нужно какие-то шаги предпринять. И по отношению к себе, и по отношению к человеку. Ну и с Богом пообщаться. Понимаете? Иногда бывает, мы делаем какие-то шаги, и потом всю жизнь за это платим. А когда Бога не спрашивают. Например, Иисус с нами принял гивуним, как они на русском называются, ну и с гивы, из гивы, которые, которые пришли, прикинулись в нищину. Ну вот, да, они. Гивуним. Он говорит, хлеба вкусили, а Бога не спросили. И говорит, до сих пор платят за это дело. В Талмуде, опять же, написано, что двум народам не проститься. Что такое бнейнахаш? Знаете, дети из меди, ну, как это Иисус называл бы, порождение химиями, да? Да? Это Иоанн Крестичен. Или гивуним, там написано, и для тех, кто из гивы, им не проститься. Никогда. Представляете, насколько все серьезно? Настолько евреи не любят гивуним. А на самом деле, я думаю, что Бог простит. И мы знаем, кому конкретно он не простит, а остальным всем простит, мне кажется. Он их скупит. Ну, у Бога же своя программа. Итак, давайте перейдем к нашему современному служению Богу, которое предусматривает, которое предусмотрено от самого сотворения мира. Что мы должны делать для того, чтобы служить другим людям? Например, очень многие в церкви говорят, для того, чтобы служить, мне надо прийти пораньше расставить стулья. Хороший служение. Хороший служение. Помыть полны, хорошее служение. Я помыл, кто-то сестер мне тогда сказал, что я больше этим не занимался. Помните? Помните, нет? Магаза живет, тогда уже. Да я уже пробовал. Мне потом сказали, что мне лучше этим не заниматься. Но я согласен. Меня лучше скулья расставит. Например, можно прийти там и помолиться за кого-то. Служение? Служение. Поиграть на рояле. Служение? Да. Подготовить прославление. Служение? Служение. Расставить всю эту аппаратуру, сесть за пункт, нажать на кнопки, чтобы это звучало. Служение? Приехать сюда. Служение? Служение. Очень много видов служения есть в современном мире. Но на самом деле, Иисус нам когда-то сказал четко, совершенно, как Бог видит наше служение. И это место, которое я хочу дать, чтобы вы открыли, это первое послание Петра, четвертая глава. И, прежде чем мы продолжим, четвертая глава, с седьмого по одиннадцатый стих, прежде чем мы продолжим, знаете, есть еще служение, которое мы сами себе изобретаем. Есть такой даже анекдот, когда говорит, сегодня я видел, как бабушка перелила через дорогу школьника, который был очень занят игрой в своем мобильном телефоне. Я подожду. Итак, первое послание Петра, четвертая глава, седьмого по одиннадцатый стих. Это оптимистично так начинается, у вас все просто. Впрочем, близок всему к Аминь. Аминь сказал пастор. Ему дверьнее, кстати. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте вдвоем. Я разделю вам это местописание по стихам, так, чтобы было понятно, о чем Петр здесь пишет, потому что во многих местах иногда непонятно, к чему все это. Иногда послание Петра и Павла нужно читать от конца к началу, чтобы понять, о чем идет речь. Но здесь, в данном случае, все попроще. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Очень важный момент. Что такое бодрствовать в молитвах? Как вы считаете? Мы же молимся, когда мы же не во сне молимся? Не, ну бывает, людям снится, что они молятся. Но мы же, когда молимся, обычно мы бодрствуем. Что такое бодрствовать в молитвах? Как вы считаете? Почему вообще он говорит бодрствовать в молитвах? Ну, если бодрствовать, то в молитвах. То есть, другого состояния нет, это же не значит, что молиться их засыпать, а это антизасыпать. Не унывать. Не унывать. Бодрствовать. Окей. Возможно, ваш ответ правильный и возможно, так оно и было, но когда мы читаем на протяжении всего Писания именно это слово бодрствуйте, оно всегда относится к одной единственной просьбе, в частности, Иисуса Христа. Мне нужно, чтобы вы не спали. Так было в Иисусе Христа, например. Он говорит, что вы не могли не спать, вы не можете провести со мной без сна. Он хочет, чтобы мы не спали. Что значит, когда мы не спим? Мы не просто не спим, мы еще и чутко смотрим, что вокруг нас происходит. Мы все замечаем. Мы видим, кому за что нужно помолиться. Мы видим нужды. Мы начинаем хотеть их восполнить. Так вот, бодрствовать в молитвах в данном случае, как и в некоторых других местах именно у Петра имеется в виду, что мы должны быть бдительны к тому, что происходит вокруг, к тому, что Бог от нас в данный момент хочет. Потому что иногда мы молимся с вами, Господь, ну дай мне, Господь, ну пожалуйста, ну дай мне, почему у них есть, а у меня нет. Ну дай мне, Господь, ну что ж такое? Сколько же можно? Я же уже... Иногда так не молюсь. Я не говорю, что здесь кто-то так молится. Тут так никто не молится, я уверен. Но иногда мы зацикливаемся на собственных нуждах, но Бог не говорит, что мы должны служить себе. Бог говорит, что мы должны служить другим. Окей, мы сейчас к этому перейдем, но когда мы служим, когда мы молимся, когда мы действительно любим других, мы очень четко воспринимаем нужды других людей. И вот это называется водительство Святым Духом. Потому что у меня такое классное зрение, вы обратите внимание, я это... Ну вот как. Или там, потому что я запахи разлучаю на расстоянии, там, или слышу очень хорошо, слава Господу, меня Бог этим наградил. Окей? Но это не значит, что я сам, ну а вот этот вот человек, ему надо помолиться, наверное, он его... Угу... Сейчас мы подумаем. Нет. Это не так. Мы находимся в водительстве Духом Святым, и Дух побуждает нас подойти, если Дух побуждает, подойти и помолиться и говорить, послушай, мне Дух говорит, что за тебя нужно молиться. И иногда даже пророчество и слово высвобождается какое-то. Нам оно непонятное. Я вот недавно был, так недавно, полгода назад на конференции молодежной. И мы молились там, пророчествовали, молились за подростков. И иногда ты подходишь к человеку, начинаешь нести такую ахимию, просто набор слов, а человек вдруг говорит «Ес!» «Класс!» «Да, для меня!» «Спасибо!» «Все!» «И слезы!» «Ты не понимаешь, о чем идет речь, а он ответы получает на свои молитвы какие-то. Это ж не я!» «Вы же понимаете, я такой набор слов никогда в жизни не придумал». Это Бог проговорил. Это называется пророк. То, что Павел говорит, больше всего ревнуть о дарах пророческих, это оно и есть. Так вот, когда Дух Святой ведет нас, то чувствительность в Духе прислушиваться к тому, не к тому, как человек выглядит, какой у него там глаз бергается или что, чтобы с болью. Нет. А прислушиваться к Духу Святому, чтобы не заснуть, а быть четким к тому, что он говорит. Это и называется бодрствовать в молитвах. Тогда мы сможем понять, что Дух от нас хочет. Потому что в большинстве случаев мы приходим проповедовать людям, проповедовать людям, а они потом не принимают Иисуса Христа, а мы говорим, ну, я свой долг выполнил. Мне сказали, я бы проповедовал все. А он пускай выбирает сам принимать, Иисуса не принимать. Слышали-то в них бывает, да? Почему? Потому что мы хотим проповедовать тем, кому нам удобно проповедовать. Кому нам выгодно проповедовать. Кого мы знаем, что мы проповедуем, нас там не побьют. А Бог говорит, встань, иди в Неневию и проповедуй. А в Неневии не просто побьют. Я вам рассказывал, что делали в Неневию. И вот этот очень важный момент. Нужно слышать, что Бог хочет. Потому что, если Бог нас отправляет в Неневию, брать внимание, Он бы и тогда пришел в Неневию, как пришел после всех своих процедур вот этих химиотерапевтических, которые прошел. Он бы и тогда пришел в Неневию. Живым и невредимым остался бы, проповедовал, все покаяли, все было бы хорошо. Он слышал, но не сделал. И это второй момент. Здесь написано, более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество веков. Смотрите, что произошло с Ионой. Иона пришел в Неневию, он им отпроповедовал, а сердце-то ему не изменилось. Он-то от чего пришел, он чего ждал, когда пришел? Фейерверка он ждал. Ему нужно было второе пришествие за домом и домом. И он еще возмухился, даже оскорбился, обиделся, аж до смерти написано. И он говорит, ну я же знал, что ты сегодня ничего не сделаешь, чего я сюда пришел, спрашиваю. А у Бога был план, чтобы у него сердце поменял, чтобы он полюбил ближнюю. Потому что он и тех, кто в Неневии создал тоже. Мало того, он ему говорит, у меня там народу много, и скота тоже много. Он еще и скотину пожалел. То есть, понимаете, насколько Бог любит то, что творит, и насколько хочет, чтобы мы любили. Мы не знаем продолжение истории с Ионой, но мы видим четко, что он свое услышал, отпроповедовал, но сердце не поменялось. Поэтому здесь написано, что мы должны иметь усердную любовь друг к другу. Потому что сегодня я, например, этого человека не знаю. Меня Бог к нему посылает что-то сказать, и я уже его знаю. Я узнаю, что его зовут Вася, например, или Петя. Да? И я знаю, где он живет. Но мне он не нравится. Он курит и матерится. И я думаю, ну, Господь тебя сейчас накажет. Подожди. За каждое твое слово, за каждую твую затяжку. А Бог не этого хочет. Потому что мы уже знаем друг друга. Он тоже создан по образу и подобию. Он где-то сошел с пути, и это не значит, что он плохой. Он такой же, как я. Потому что я такой же был. Я был такой же. Если меня Бог спас, он говорит, да вы меня, говорит, слушайте, я вам скажу, кого еще нужно спасить, как тебя. Как тебя. И дальше написано, будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Потому что если нам странных можно любить, На самом деле ни к тому. Даже чужаков сегодня Михаил Цин проповедовал. Классная вещь. Мне понравилась. Я слушал буквально кусочек, буквально минуту застал, к сожалению, мне потом интернет кончился. В него, скорее всего. Он говорит, вы знаете, что во всей Торе вообще нет заповеди любить жену, детей, родителей. Нет такой заповеди во всей Торе. Чего? Нету. Представляете? Нету заповеди любить своих ближних. Есть одна единственная заповедь любить чужаков. Потому что всех остальных любить это само собой разумеется. И об этом Бог даже не упоминает. Это само собой разумеется. А вот чужаков любить, когда он, как говорит он, ест по-другому, ведет по-другому, танцует по-другому, язык у него непонятный и поведение вообще неадекватное. Вот его надо любить. Классно такое. Вместо шалку я не дослушал попробовать до конца. Всего случайно попал в него. Но и только Михаил Цин. Кто? Кто, кто Михаил, кто? Цинь, цинь. А, знаю. Вот, да. Случайно. Олег как в тему сказал. Главное научиться любить чужих оков. Потому что своих-то мы очень любим любить. Это удобно любить своих. Свои рядом. Со своими, знаете, там, они простят там многое, они не заметят многое. Их, кстати, нехорошо, что не замечают. Иисус всем все замечал, кстати. И всем рассказывал, как его нужно любить. Он учил всех любить себя. И Он говорил им, тоже учить любить себя. Он рассказывал, как там заходить, как здрасте говорить, как пыль отряхивать с одежды. Все учил. Это очень важно. Дальше, или кто? Говори, как слова Божьи. То есть, мы должны говорить, как слова Божьи. То есть, почему? Люди, они привыкли создавать себе идолов. Мы об этом говорим, да, сейчас? Они привыкли создавать себе идолов. И эти идолы для них, это объект служения. Они им приписывают те качества, которые им кажутся, что должны быть убогом. И они от них хотят получить ответы от Бога. Ну, типа, от идолов. А Петр здесь говорит, что мы должны говорить, как слова Божьи. Потому что, когда человек видит нас, если мы хотим его привлечь к себе, уж мы найдем слова. Мы найдем слова. Ну, согласитесь, кто из вас когда-нибудь кому-нибудь признавался в любви? Мы же слова-то найдем всегда. Мы же там же с нами продадим как положено. Да? А вот когда человеку нужно привести не к себе, а к Богу, ему нужно его Бога показать. Потому что до этого у него будут другие боги. у него были боги под названием зарплата, банковский счет, мошкан, тарнона, хиврат, кошмар, там и все остальное. У него были другие боги. А сейчас ему нужно другого Бога показать. Бога искупителя, Бога любящего. Для этого нам нужно говорить и как слова Божьи. кто будет вкладывать нам в уста Слова Божьей? Только Бог. Иисус так и сказал, не думайте о чем говорите бы дух, который вас будет говорить вместо вас. Нам это нужно чувствительное дух святого. Дальше написано, служит ли кто, служит по силе какую, кто дает? Бог дает. То есть мы не можем сейчас прийти и сказать давай я сейчас тебя исцелю. Давай я за тебя помолюсь и Господь исцелит тебя. Потому что если мы не воздадим славу Господу и стукнем посохом по скале, мы никуда не войдем. Мы это уже проходили. Опять же возвращаемся в Талмуд. Там написано по-русски еврейскими буквами Моасей Авод Симан Лебоним Действия Отцов Знамения для сыновей. Мы должны помнить всегда кому все славы. И это очень важно. И Петр об этом здесь говорит. Дальше написано. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава лежала во Ветне Аминь. То есть он говорит, что все, что мы должны делать, это не себя прославлять, не свои действия, даже не свою веру, а Бога, который действует через нас. Итак, первое, то, что он говорит, мы должны служить кому? Друг другу, не Богу, друг другу. И только служа друг другу, мы можем говорить, я служу Богу, потому что другого служения это нет. Иона однозначно служил Богу в том месте, где он находился, он приносил все сожжения, ходил, скорее всего, в храм, там еще что-нибудь делал, молился, наверное, псалм не пел. Факт, что псалм не узнал, он в чревике точно исполнил 138 псалм. Так вот, он служил Богу, но его истинное служение было полюбить, то есть стать странно любивым, полюбить страну другую, и там послужить людям, которые по образу и подобию, вот в этом было его предназначение, но он его исполнил через ну извините, а можно было попроще. Далее, благодать Божия, она как написано здесь, многоразлична, она бывает разная, она бывает благодать, когда приходит, знаете, благодать, и вот ты идешь к человеку, что с ним подумаешь, ой, у него там папа датишный, мама датишная, они сейчас на меня набросятся и начнут меня там полмозом забрасывать, со всех сторон полетят эти всякие священные книжки, все, приходишь к ним домой, начинаешь разговаривать и благодать Божий приходит, ты начинаешь проповедовать, слушать, неважно, принимают, они слушают, и ты выходишь живой, выходит, слава Богу, живой ушел, потому что благодать Божия пришла, и вместе с тобой ушла, а может и осталась, мы не знаем, нам многоразлично, бывает так, что приходишь в церковь, и ты уставший, и какой-то, знаете, обозленный какой-то может быть, может раздраженный какой-то, может быть больной, приходишь, и благодать приходит, от того же Бога, кстати, и ты вдруг раз из тебя, я пришел сюда, у меня была аллергия, я пришел, у меня никакой аллергии не было, потом же благодать пришла, и Господь захотел, чтобы эта аллергия кончилась, здесь, не там, пока я ехала, здесь, и все стало хорошо, она многоразлична, и мы должны быть теми самыми домостроителями этой благодати, мы должны принимать в ней участие, в строительстве этого храма, который есть не храм физический, а храм духовный, и мы должны быть хорошими домостроителями, мы должны спрашивать, в чем Божья воля сейчас для нас в данный конкретный момент, что мы должны делать, куда мы должны пойти, не чтобы он приходил нам и говорил, так, встань иди проповедуй, нет, Господь, куда мне идти, потому что Писание говорит, когда Иисус снабдил своих учеников дарами, Он сказал, идите, но там очень классный момент написан, прежде чем туда, прежде куда сам хотел пойти, Он должен хотеть туда пойти, сегодня Бог не на земле, Бог одеснует своего Отца на небесах, наш Господь, Он одеснует своего Отца на небесах, здесь только Дух, который дышит, где хочет, и слава Господу, потому что Он везде одинаковый, Он всеобъемлющий, этот Дух, Он как при создании мира, Он везде, но Он не может говорить к неверующим, Он может говорить только к верующим, Он не может действовать с неверующими только через верующих, поэтому, то есть, что Он в нас, и мы этим Духом больных остинаем, мертвых воскрешаем, бесов изгоняем, если на ком грех, тому этим Духом прощаем, это ответственность, но если мы слышим, что человеку покаяние искреннее, то мы можем просто говорить, прощают те грехи твои, прощаются, потому что тем же Духом все это делается. И дальше, добрый домостроитель, это означает хороший, верный и правильный. Очень важный момент. Добрый обозначает, на еврейке написано Божьим правилам. Что такое хороший домостроитель, в чьих глазах хороших? Только в Божьих. И поэтому, когда Петр пишет, Павел пишет, что мне в принципе все равно, что вы обо мне думаете, мне главное, что думает обо мне Бог, и как он меня встретит, и какой винят он мне уготовит. Потому что мы смотрим на других людей глазами человеческими. Человеческие глаза иногда бывают неточными. Знаете, Закхей, например, знаете такого? Такой Закхей. Хотел посмотреть на Иисуса Христа. Маленький такой Закхей. Но у него очень интересное имя на еврейке. Закхай. Что значит Закхай? А правда. В переводе. Да? Вот он такой. Он хотел посмотреть, а не мог, потому что маленький. Ему нужно было что-то предпринять. Он залез на дерево. И так, видимо, так смешно выглядел, что даже Иисус засмеялся, когда посмотрел на него. Но он говорит, слезай, я все равно к тебе домой иду. Не важно, был бы ты сейчас на этом дереве или нет. Но все же посмеялись над ним. Так же, как и учитель посмеялся. Все посмеялись. Так было положено. Учитель смеялся, все должны смеяться. Даже если не знаешь, почему ты смеешься. Окей? И вот он смотрит, все смотрят на него и смеются. По внешности он, конечно, был вообще не достоин. Но представьте себе, он никуда проникнут в нем. Плюс ко всему его еще все ненавидели. Он попрал там полгорода. Смотрите, сколько он там весь вечер стоял и раздавал деньги. С одного деньги я вытаскивал, с другого вытаскивал. Раздавал деньги. Потому что, говорит, все, если кому-то он лишнее взял, я вообще все отдам. Передом остался богат дышать. Но по внешности мы бы сказали, не, этому проповедовали днение. Ну, какое-то. Ну, че? Это же это-то. Чего там это? Это же нет. А Иисус сказал, нет, не судите по внешности. Судите судом праведным. Он пришел и кушал с ним. Потом его спрашивают ученики, даже фарисейские спрашивают, а че это он это? Священник, коровец, в храм заходит, а кушает со всякими, простите, нехорошими людьми. Не понимали. Потому что по внешности судили. А все эти нехорошие люди потом стали апостолами, и разнесли христианство по всему миру. А все когда-то были нехорошими. Потому что по внешности судят. И здесь очень важно, что мы должны быть добрыми, то есть хорошими в глазах Божьих. Мы должны и на людей смотреть точно так же. Потому что мы выбираем тех, кто будет потом духовный храм строить, а не фреческий. Может быть, знаете, какой-нибудь там здоровый дядя придет и быстро все камушки-то проскидает, если надо расчистить территорию. А иногда бывает, Иисус говорит, если бы ты веру имел хотя бы с горчичное зерно, сказал бы вот этим говням подняться и построиться в порядке. Они бы построились. Ну, это я интерпретирую, но вы поняли, о чем вы говорите. Про город. Так вот, мы должны всегда смотреть, как Бог смотрит на нас и на того человека, которому он нас отправляет. потому что тогда мы будем хорошими домостроителями. Очень много людей очень сильно боятся того, как они выглядят в глазах других. Хорошие новости. Никто вообще не смотрит на вас. Все смотрят только на то, как они сами выглядят в глаза других. Поэтому, как вы выглядите в глазах, я совершенно не интересую. Поэтому нам нужно смотреть на себя в первую очередь. Знаете, только историю, когда вы показываете пальцем на другого, то три пальца у вас обращены на самого себя. Да? И мы должны в первую очередь посмотреть на себя и сказать, я хороший домостроитель, или если кита, вот я, пошли меня. Ну, Богу надо сказать, вот я, пошли меня. И он пошел. То нужно пойти и сделать свою работу. Можно, конечно, через кита. Вот недавно прочитал, что Иона так достал кита, что его аж вырубало. Своими молитвами так достал кита, что его аж вырубало. Стошнило. Первая коринфянам, четвертая глава, с первого по второй стих. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей Таин Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Это уже так. И уже не самый хорошей церкви на тот момент. Потому что в той церкви очень сильно смотрели на то, как человек выглядит. И он их так там строил, парень, что до сих пор аукается в сердцах многих верующих. Все, наверное, слышали эту знаменитую «женщина в церкви до молчения». Слышали? До сих пор колбасит. Женщина в церкви, чтобы молчала. Просто, когда переводили, надо было написать, что женщина в церкви в Каринской церкви первого века нашей эры до молчит. Но и так не написали. Они дословно перевели павлу, и теперь нас колбасит. Насчет покрытых голов до сих пор в полточках люди ходят на служение. Потому что иначе, говорят, вообще недостойно. Ну почему? Потому что это не то, что Богу вообще интересно. Там просто другие обстоятельства были. Но это другая тема. Тему можно и другой пробудить. Но к чему я говорю? Почему он это говорит именно в Каринской церкви? Потому что на самом деле домостроитель должен оказаться не из бывших проституток, не из бывших служителей языческих храмов, не из бывших спорщиков и налогов, он говорит. А он должен оказаться верным. Почему он должен оказаться верным? Потому что прежде всего он написал в своем послании Иериного он сказал, что в Иисусе Христе нет более ни мужчины, ни женщины, ни иудея, ни элина, ни раба, ни свободного. То есть мы все одинаковые в Иисусе Христе. Не в смысле, что мы все на одно лицо. На двое из дворца одинаковых средствах. А в смысле, что мы имеем одинаковую ценность для Бога вне зависимости ни от нашего происхождения, ни от нашего бывшего вероисповедания. Я всем язычникам говорю, перестаньте называть себя язычниками, это неправильное это неправильное исповедание. Вы не язычники. Вы верные домостроители многоразличной благодати Христов. Итак, мы можем строить все, что мы захотим, но по Божьему плану. В принципе. Что значит, что мы захотим? Можно ли взять и сказать, так, я пошел насаждать церковь в Македонии сейчас? Можно сказать? Можно или нет? Можно. Кто кому-то может запретить сказать, пойду в Македонию церковь насаждать? Можете запретить кому-нибудь? Не, можете собрать там синодрион и сказать, нет, нельзя, ни в коем случае. Но человек возьмет и пойдет. Вопрос в другом состоит. Он пойдет это делать для чего? Потому что он хочет себе церковь создать? Или цель церкви? Или он все-таки имеет откровение? Потому что Писание говорит, что в некоторых местах нас примут, а в некоторых нет. В некоторых просто Дух Святой скажет стоять. Нет. В другую сторону. И придется послушать и пойти. Потому что если пойдете в ту сторону, будет плохо. Согласны? А почему это происходит? Потому что знаете Иисус когда ходил по этой земле он как-то так умел попадать в такие ситуации, где Петр постоянно хватался за меч. Огонь с неба не сводил. Еще там всякие чудеса пытался сотворить и начудить. А Иисус ему говорил вы не того духа. Так не делается. И он мог выпутать из этой ситуации даже не напрягаясь. Просто взять например пройти через разъяренную толпу этих иудеев. И уйти из Назовета куда-нибудь там в Капернаум или в Иерусалим или чего-то и никто ничего сделать не мог. Почему? Потому что он умел различать что происходит в Духе. Это написано в Писании таким образом. 1 Коринфянам 2 глава 15-16 стих. Но духовный судит о всем. А о нем судить никто не может. Ибо кто познал он Господень чтобы судить его? А у нас есть ум Христов. Что значит ум Христов? Это значит что мы как Иисус способны ежесекундно бодрствую в молитвах поддерживать связь с Отцом потому что Он уже попросил а все что Бог Иисус просит все написано сбывается все делается Он сказал Я прошу тебя чтобы они были едины со мной или во мне как и мы с тобой ибо они во мне а я в тебе все твое мое и мое то есть они тоже твое то есть таким образом если у нас есть ум Христов мы постоянно на связи духовной с нашим невестным Отцом то мы действительно можем рассуждать обо всем и нам не надо никаких супер конференций нет я не говорю что никаких конференций не надо я не про это все это говорю но для того чтобы понимать что происходит в нашей жизни нам достаточно пообщаться с Иисусом Христом потому что Он написан Те-ле-ю-Эц Советник Чудный Ну так или нет Вы со мной? Да Алинуэ Итак что такое верность и о какой верности вообще говорит нам здесь Павел верность это на иврите звучит как неэманут слышали такое слово неэманут а от какого корня слово неэманут амен от корня амен поэтому когда мы читаем откровение так говорит аминь он не говорит аминь он говорит так говорит верный потому что Бог Он от начала верен и в Еремине в 31 мове написано они нарушили Совет а Я был верен до конца и так Он до конца и останется верным вопрос останется верным ему мы и вот об этом говорит Павел и он говорит такую вещь что он говорит что мы должны быть сами верными и вот это означает что мы должны поступать только так как Христос поступал в виде Отца Творящего вот как поступил Бог есть такое движение вот был Джизис Дух чтобы сделал Иисус атеисты говорят откуда ты знаешь чтобы сделал Иисус это не знаешь что Он делал неправда у нас есть Евангелие мы точно знаем что Он делал мы точно знаем как Он себя вел и какого Духа Он хочет чтобы мы были и это значит что верность это жить не по искушению плоти а жить под водительством Святого Духа вот и вся разница потому что Иисус несмотря на то что мы видели Он и гневался Он и уставал Он и голодал Он хотел пить Он хотел спать да но при этом при всем Он поступал по водительству Духа не по вожделению плоти мы способны с вами будучи может быть искушаемыми всякими учениями века сего поступать по вожделению плоти и никто от этого не застрахован мы можем и мы иногда это делаем редко но делаем кто-то реже кто-то чаще но делаем иногда поступаем в вожделение плоти но и Писание нам говорит что это не страшно потому что мы должны проходить процесс отделения от этого мира называется освящение святой написано да освящается еще и мы должны извлекать уроки из того что мы сделали не так по плоти для того чтобы дальше поступать по духу и дальше 2 коринфянам 6 глава с 1 по 10 стих длинное местописание но я хочу чтобы вы себе его отметили очень важное местописание я долго над ним думал я его 6 глава 2 коринфянам с 1 по 10 стих итак мы же соспешники с 1 у вас тоже так с поспешники с поспешники да умоляем вас чтобы благодать божия не тщетно была принята вами мы уже говорили о благодати она приходит мы ее принимаем но что мы дальше с ней делаем мы можем принять благодать и все встали уши не во время пребывания этой благодати что-то делать нам нужно как-то поступить итак это значит что мы должны поступать только так как Христос поступал бы так как отец он так как он и отец одно Бог да Бог не искушается никаким злом я сейчас не цитирую Библию Бог не искушается никаким злом отец в инвентарии просто Он написан никого не искушает хотя некоторые говорят вот ты приходил там Авраама искушал и так далее слова искушения нет вы не выгнете не в греческом есть слово испытание испытание и когда мы с вами читаем молитву очень наш там написано и не веди нас в искушение да там не искушение слово написано там написано не испытывай нас потому что еще Давид в Солмах писал так испытание от Бога это страшное дело страшно в послании по моему евреям написано страшно впасть в руки Бога живого ну реально это ну мы не выдержим этого испытания мы должны быть спасены по благодати а не по испытаниям это наши медказаредные братья до сих пор испытывают так вот вернемся ко второму коринфянам и высказано во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе и вот Павел пишет вот теперь время благоприятное вот теперь день спасения сегодня я прочитал гениальную фразу написано решено не буду больше делать то чего не хотел бы делать в последний час своей жизни кто написал не буду вот так написано представляете если мы каждый раз будем относиться к своим делам оценивая их а сделал ли бы я это в последний час своей жизни то большинство дел отпали бы сами собой большинство мыслей отпали бы сами собой потому что Писание говорит вот теперь время благоприятное благодать пришла вот она сейчас и сейчас день спасения потому что очень у многих людей после того как они там наворотят себе в голове каких-то мыслей понаделывают всяких делов непонятных у них вообще непонятно они же спасены или нет бывает разговаривают с людьми они не понимают спасены еще книжек начитаются христианские у них вообще они вообще не понимают спасения потому что не всякую христианскую книжку нужно с вами посоветоваться можно ли читать или нет и сейчас говорит день спасения представьте себе что ничего всего что делали раньше не было все что вы будучи сработником тела Христова понаделали в своей жизни уже не важно сейчас вот у вас есть благодать она пришла чтобы показать вам насколько Бог благ для того чтобы показать насколько вы сейчас можете быть вот так быстро спасены просто поверить не делая отказавшись отрекшись избавившись от всех своих прежних мыслей и вот как поступать Павел здесь обучает и он говорит мы никому ни в чем не полагаем притекания чтобы не было порицаемо служение сложное предложение вроде как прослужение притекание какая связь очень просто я сейчас не сужу никого не поймите не поймите меня неправильно я никого не обвиняю ни в чем но есть очень много историй и это плохо что они просачиваются на интернет честно я вам скажу очень плохо про разных служителей постаров мега церквей огромные какие-то там я не знаю там сети церквей по 300 по 400 по всему миру с мировыми именами и вдруг там какой-то то грех у него то что-то его отстранили там где-то представляете апостола такого масштаба это плохо что-то просто это преткновение для людей они думают ооо эти-то вон какие помазаны и размазаны и то вон такие вещи у них происходят а я-то вчера покажешься грешник это и есть преткновение потому что начинает быть порицаемо служение мы все-таки конечно же живем в век интернета и это хорошо но важно что называется фильтровать то что во-первых поступает во всеобщее обозрение а во-вторых то что оно воспринимает это очень важный момент мы должны быть духовными людьми чтобы судить об этом и когда меня спрашивают что ты думаешь там про такого то такого ну это уже притчевоизыц можно назвать Сандея Аделача я говорю ничего не думаю я ничего не думаю знаете почему я ничего не думаю потому что если Бог допустил что Давид человек по сердцу Божьим в один день стал прелюбодеем и человека убийцей который как написано вообще Царство Божие его не наследует то для чего-то в жизни Сандея Аделача Бог допустил и это значит у него какой-то свой план и вот это то что я думаю потому что другого ничего я не могу предположить мне там не было я ничего не видел я ничего не знаю я не загадывал в его мозги я не видел что у него на сердце и вообще понятия не правдят или нет я же сужу так почему потому что показали по телевизору поэтому когда мы становимся свидетелями подобных вещей очень важно не являться преткновением чтобы служение не было порицаемым потому что тут написано что апостолов поставляет ставят на служение Бог а тут вот тебе нам вот тебе апостол это порицание служения не должно быть такого окей мы не должны судить ни о кого а люди ни в коем случае дальше написано но во всем являем себя как служители божьих то есть например еще одна притча ледяев слышали про него да просто мега апостол в свое время пол России вообще стало новым поколением все это знают это не секрет ну неважно треть четверть много окей все вдруг против него ополчились сказали что он такой сихой пятый двадцатый но вы знаете что произошло Бог для чего это допустил и сегодня этот человек я считаю благословлен в сотни если не в тысячи раз почему потому что у него вдруг появилось очень мощное и очень правильное откровение по поводу евреев и Израиля я считаю что человек который прошел через вот эти вот все неправильные суждения неправильные проповеди неправильное поведение прошел туда где сегодня он благословлен в тысячи раз больше чем раньше я считаю что это был Божий план теперь о чем мне судить о плодах которые есть сегодня или о его ошибках прошлого Бог не судит об ошибках прошлого Бог говорит покуда можно говорить когда ныне не вчера ныне вот ныне что происходит вот поэтому нас и будут судить поэтому мы должны вести себя как слуги Божьи он до сих пор служит он до сих пор по маслянам служение у него до сих пор есть поводы служения и это то о чем Павел пишет и теперь здесь он рассказывает как и когда первое в великом терпении можно конечно сказать все ничего не получилось я пошел помнишь это была шутка у нас такая самая страшная слово которое можно услышать операционной во время операции знаете упс не получилось все я пошел кстати операции бывают 30 часами и там все продумано из протокола у нас нет протокола мы должны действовать по духу в долготерпении вот написано в великом терпении дальше написано в бедствиям в нуждах в телесных и в тесных обстоятельствах то есть мы должны продолжать действовать как слуги Божьи и не важно что вокруг нас происходит напоминаю вам и он в животе у прокодила темно и что-то там еще и уныло скучно и уныло а у фрихе как тем более и воняем дальше под ударами в темницах и в изгнании ну то есть представляете когда он пишет из тюрьмы в своей любимой церкви Филиппа он говорит вам радуйтесь и еще говорю вам радуйтесь они наверное читали это мы слушаем по крыше поехало у нашего апостола он там в тюрьме вот-вот голову отрубит а он говорит радуйтесь но так хочет Бог чтобы мы радовались дальше написано в трудах в бдениях и постах это то о чем говорит Иисус когда говорит вы поститесь не надо всем делать скорую гереться нужно радоваться потому что пост это исполнение воли Божьей мы слуги Божьи есть вот Резер рассказывал про пост и молитвы очень важный момент что пост и молитвы это между мной и Богом если я начинаю с тобой лихт путывать это уже получается пояснить это уже получается что я хочу кого-то чью-то оценку а мы добиваемся оценки Божьей и мы с вами об этом говорим значит написано в чистоте в благоразумии в великодушии и в благости то есть когда у нас все хорошо когда мы уже омыты очищены мы святее всех святых да мы в благости и у нас все хорошо и у нас нет никаких грехов да и при всем при этом мы должны быть служительными Божьими то есть не превозноситься не превозноситься дальше написано в духе святом и в нелицемерной любви вот здесь проблема потому что мы с этого начали проще любить своих нам очень удобно любить каждого сидящего здесь классно так мы все тут знаем мы все тут любим я должен вам просто выразить свою еще раз благодарность за то что вот мы вернулись так сказать в отчий дом в прошествии трех лет отсутствия и я как будто отсюда никуда не уходил вот это любовь вы знаете я изначально пришел сюда когда я сюда первый раз пришел это было 6 февраля 2014 года кто-то помнит может быть 6 февраля ну да вы точно не помните я-то помню свое рождение 6 февраля 2014 года я пришел сюда меня тут встретили не тут вот ошаром меня встретили как будто вообще я тут ну я тут родился как будто а я только зашел я себя почувствовал вот это любовь вот такую любовь должны испытывать вот даже не как всем не знаю может я кому-то красиво улыбнулся или что но меня вот так странно любила и любила пришел странный двухметровый шире чем выше и вы бы любили и любите до сих пор и любите за что вам большое спасибо дальше написано в слове истины в силе Божьей с оружием правды в правой и левой руке что у нас должно быть оружием что у нас оружием правды Библия то есть написано что и в правой и в левой руке оружием правды и при всем при этом остаться служителем Божьим знаете сегодня у нас как воюют верующие люди в церкви раньше проклятиями забрасывали знаете вот эти язычники а у нас словами Библии забрасывают у кого быстрее кончится знаете воюют потому что а это же не для этого этот меч не для этого не для забрасывания духовных стихами из Библии это меч для того чтобы воевать с кем с мироправителями тьмы под небес а это совсем не люди это совсем духи и с ними надо воевать с помощью этого дальше написано в чести и благочестии при порицаниях и похвалах то есть когда нас хвалят мы должны быть слугами Божьими и когда нас порицают мы должны быть слугами Божьими потому что мы все таки еще косячим когда Бог порицает никто не видит и мы думаем ну ладно хорошо понял спасибо но когда вдруг начинают там свои братья и говорите слушай ты здесь поступил не так тут поступил не так там поступил не так нужно и в этом в этом моменте сохранять свою верность Богу потому что можно конечно ощетиниться и ополчиться против и сказать нет извините я не это а вы тут это нет нужно быть все равно верным Богу потому что Бог поставил этих людей для того чтобы нас обличать и Писание это говорит что мы имеем возможность обличать и Писание нам для обличения потому что Бог-то обличит нас через Писание мы можем сказать Ванна Ванна еще никто не заметил синдром салута вы знаете Ванна еще никто не заметил почти меня перед людьми все будет хорошо не-не-не нужно именно чтобы Бог обличил через может быть даже братья возможно и дальше вот он пишет как это должно происходить очень важно смотрите как он ободряет у Павла вообще с этим просто все хорошо Павел ободряет если кто-то сейчас задумался правильный неправильный хороший он нехороший правильно поступает неправильно поступает верный он домостроитель многообразной благодати Божии нет вот вам ободряет нас почитают обманщиками но мы верны нас почитают обманщиками но мы верны мы неизвестны но нас узнают Вот как узнают Человеку, что он христианин Не, на некоторых крест На полгруди Ну вопрос христианин А вот как узнают Вот я говорю, что мне надоело быть верующим Я не хочу больше быть верующим Потому что бесы тоже веруют Я хочу быть христианином Христианином Хочу быть последователем Иисуса Христиана Вот как люди узнают, что я Христианин А как ее иметь, эта любовь-то Она уже извелась Духом Святым Любовь, ее знаете, ее нельзя описать О ней нельзя рассказать Ее можно только почувствовать Вот любовь можно только почувствовать Люди должны чувствовать любовь Вот тогда, вот к этому надо стремиться Это, знаете как Вот, помните, по-моему, фильм назывался Крация вы, да? Когда он на Бошах там тренировался Надо на своих тренироваться Любовь излучать На своих Да? Когда это войдет в привычку Все остальные идут, что чувствуют любовь Нам этого всем не хватает Всем Но это хорошо бы взять действительно и пропинуть все это И дальше написано Нас почитают умершими, но мы живы Нас почитают умершими, но мы живы Люди говорят, ну мы тут все, это потеря вообще Это все, он на животку не пьет, никуда не ходит, ни с кем нет Это все Короче, ладно Нет, они думают, что мы умерли А нет, это дай, дай, аминь Умерли для греха Да? Но мы живы вечно во Христе Но им этого не понять Потому что они душевные, они о нас судить не могут А мы-то духовные, может быть и во всем Дальше написано Нас наказывают, но мы не умираем Нас наказывают, но мы не умираем Павел сам подтверждение тому Сколько раз он воскресал? Два? Если я, если не памятник, извините Два раза он воскресал Дальше написано Нас огорчают, а мы всегда радуемся Но бывает же, огорчают Каждый проходит огорчение Вот как мы эти огорчения проходим Если мы всегда радуемся, значит мы верные и новостроители Мы нищие, но многих обогащаем Очень много христиан живут ниже уровня бедности Но при этом церкви, в которых они служат Обеспечивают едой колоссальное количество людей Как? Как? Удивительно, правда? Чудеса приумножения Дальше последнее пишет Мы ничего не имеем, но всем обладаем Почему? Потому что мы хотим обладать чем-то здесь Квартирка, машинка, одежка Телефончик, компьютерчик Маленький смешной заводим И ко всему этому прикипаем В конце концов У нас сломается вещь Мы просто грустим Трауру являем трехдневных Ларисом ставим А это у нас все вещь Иисус говорит нам Там, где сокровище наше Там и сердце наше То есть, если мы хотим Там Золотой дом Там, где солнца нет И сам Бог является нам солнцем То мы не должны здесь Скопить себе богатство Потому что мы его с собой Туда не унесем Не унесем Поэтому мы должны Понимать Одну простую вещь Верный домостроитель Многообразие Благодати Божьей Это не Перевести бабушку Через дорогу Это И перевести бабушку Через дорогу Это не только Перевести бабушку Через дорогу Это не только Накормить голодного Это не только Помочь бабушу Это еще и думать о том Где мы вечность проведем У Крефла доллара Есть замечательная группа Где он вытащил У нас цену канат И сказал Вот этот вот конец Говорит Который в виде красный Это ваша жизнь А вот это все Говорит Это, говорит, в вечность Большинству людей Уделяют колоссальное Количество времени И энергии И тому Чтобы подготовить Когда они проведут Ближайший отпуск И вообще Не думают о том Как они проведут Вечность Поэтому Наша задача Будучи верными Довостроителями Благодати Божьей Это Знать Где наше Истинное место Истинное богатство Какое у нас Гражданство И чем Мы это Гражданство Можем иметь здесь Вы знаете Израильтян Посылают По всему миру И говорят Будьте Послами Израиля Чтобы Израиль Все любили Давайте мы будем Послами Царства Божьего Чтобы Царство Божье Все полюбили Чтобы все захотели Там оказаться В конце концов А не сидеть здесь И думать Ну что будет По земля кухом Наверное будет Да не будет Потому что написано Из праха пришел В праху идешь А дальше И поэтому Мы с вами Это такое Древнее Писание Говорит Мы с вами Верные Довостроители Благодати Божьей Она многоразлична И мы с вами Можем послужить Каждый Тем даром Которым Бог нам дал Мы можем Покрасить Лампочку Вкрутить Можем При этом Кому-то Вот не можем Покрасить Лампочку Можем Молодой кофе В это время Сделать Кто красит Лампочку Вкручивают Это тоже служение Я говорю Что можно начать Отсюда Не обязательно Сейчас прям Пойти И сказать Вау Я буду Там Мега Апостолом Какой-нибудь Мега церкви Нет Вот здесь Прямо сейчас Соберись Ближнего Поверись Суспросить Чем Им Будет И послужить Начните С этого Если человек Скажет Чем послужить Помолитесь За его нуждом Мы же не знаем Она реальная Или нереальная Бог точно знает И он ответит На эту нуждом Мы молились Один раз И вы знаете Я сам Вот Слабо верил В это дело Потому что Мы немножко Может быть Связан Был с этим Помолились За одну Семью У нас В доме За то Чтобы у них Была квартира И Я такой Ну помолились Все Ну сколько Там Забер Оформить Квартиру Ну месяц Ну два Ну три Некоторый год Некоторые по пять лет Живут На следующее служение Домашние Они приходят Стартом И говорят У нас квартиру И я думаю Спасибо тебе Господь Потому что Чуть-чуть Я бы возгордился Это же я бы молился А вера Это была меньше Чем горчичный зерно Поверьте мне Но для меня Так ожило Евангелие Что если Даже Горчичное зерно Веру иметь Она просто Сдвигает горы Получить квартиру В Аминале За одну неделю Это просто Нереально И Господь Все устроит И таких случаев Спросите любого Масса И то что я ободряю вас Делать Постоянно Всегда И везде Я ободряю вас Записывать Свои свидетельства Записывайте их Потому что потом Это будет то Чем мы победим Потому что мы побеждаем Кровью Агенса И словом Свидетельства Если вы думаете Что свидетельство Это обязательно об исцелении Выросла нога Третье ухо Нет Свидетельства Когда мы попросили Бога А Он не имел Свою славу В нашей жизни В жизни соседа В жизни церкви Не важно Записывайте Потому что мы Домостроители И вот эти свидетельства Это камни В этом большом строении Великого Невестного Иисуса Аминь Аминь Давайте помолимся Аллилуйя Детские, детские Я благодарю тебя за то Что ты, Господь Я являюсь свою славу Через каждого из нас За то, что ты щедро, Господь Изливаешь на нас Дары свои, Господь Что мы могли служить Друг другу, Господь И тем, кого ты Сам хочешь спасти И посылаешь нам туда, Господь Для того, чтобы мы Показывали Я являлись славой Твой, Господь Для того, чтобы Это любовь Которую ты вложил в нас Через которую Мы покаялись, Господь Через которую Мы познали Тебя, Господь Через которую Мы имеем рождение Свыше прощения грехов, Господь Чтобы эта любовь Текла через нас, Господь Чтобы люди это видели Чтобы никто Ни у кого не осталось Сомнений в том Что, Господь Мы Твои Мы Твои слуги Мы Твои верные рабы Которые Так же, как и Ты требовал от нас В послушании Сейчас просто В послушании Приходим И сораспинаем Тебя Себя с Тобой вместе Чтобы просто Отказаться От всяких Вожделений Плот Чтобы жить Только по духу Чтобы судить Господь По духу Обо всем Для того, чтобы Совершенствоваться Освящаться Каждый день Еще и еще Господь Мы ожидаем Тебя Господь Мы ожидаем Тебя Как невеста Ожидает своего жениха И мы хотим Чтобы Ты пришел И чтобы увидел Нас приготовленными Увидел нас Теми Которых Ты хотел Видеть, Господь Такого не было труда Узнать нас Для того, чтобы Мы просто вышли К Тебе И Ты сказал Входи Добрый и верный раб В радость Господина Своего Во имя Иисуса Христа Просим уходец Небесный За каждого Здесь находящегося Господь Наполни каждую Нужную Господь Яви Свою славу И дайте славе Господь Расти И приумножаться В этом городе И в тех городах В это хочешь Чтобы мы шли Аминь Аминь Аминь